Послание стало рекордным по продолжительности, длилось 2 часа 6 минут. Все это время президента слушали не только по одиночке дома или на работе. Многие активисты по традиции встретились, чтобы смотреть послание вместе, а после обсудить важные моменты. В Тюменской областной думе выступления слушали школьники и члены общественной молодежной палаты. Президент отметил для нас такие важные моменты, что, конечно же, это повышение рождаемости. Мы должны, как молодежь в том числе, работать над этим, я считаю. И были анонсированы такие крупные национальные проекты, как «Семья» и «Молодежь России». Конечно, это для нас очень-очень важно. Места для общего просмотра были организованы не только в Тюмени, но и почти во всех населенных пунктах региона. Так, в Ишиме, в мультицентре «Моя территория» собрались лидеры и представители местных сообществ города, тоже преимущественно молодые люди. Мне понравилось, как он говорил, про молодежный проект и также про демографический вопрос, так как я планирую остаться в России, естественно, строить здесь семью, будущее свое. Главный посыл президента, думаю, можно описать одно его цитаты. Главное призвание власти – помогать. Дороги, газификация, садики и школы. Уверен, что благодаря национальному проекту «Семья» и другим поручениям президента, в ближайшее время мы увидим кардинальное решение, стратегическое решение этих вопросов. Мы будем мониторить и отслеживать, как будет проходить реализация национальных проектов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!